Владимир Владимирович, мы говорим, что нет противоречий таких серьезных между ЕС и ЕРОЗЭС, надо время, нужна воля. Но вот так уж получилось, что Украина – это такой наглядный пример того, как одна страна в буквальном смысле разорвалась между этими двумя полюсами притяжения. В связи с этим мне просто очень любопытно. Почему Вы не поздравили Владимира Зеленского, когда он стал президентом? Вы понимаете, он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Но он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, чего он хочет сделать. Мы не отказываемся от контакта, будем работать с ним. Ну так, потому что Вы президент огромной державы. На сегодняшний день он очень любим тоже в Твоей стране, пришел с огромным рейтингом. У Вас нету истории отношений. Один маленький жест может полностью поменять ход событий. Вы что знаете, Владимир Владимирович? Почему бы не встретиться с ним без условий? А я что, разве отказывался? Мне никто не предлагал. Вы готовы с ним встретиться? Послушайте меня. Я не знаю этого человека. Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал. Он хороший актер. Я говорю серьёзно, а он смеётся. Но одно дело кого-то играть, а другое дело быть кем-то. Для того, чтобы играть, нужен талант. Это точно. И один из этих талантов, много талантов. Один из этих талантов – это талант перевоплощения. Ты через каждые 10 минут можешь менять амплуа. Принц и нищий, через каждые 10 минут. И там, и там надо быть убедительным. Это действительно талант. А для того, чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества. Нужен опыт определённый, знания. Нужно уметь найти главные проблемы, увидеть их. Найти инструменты решения этих проблем. Уметь собрать дееспособных людей в одну команду, наладить с ними хорошие отношения, поверить в них, дать им возможность свободно мыслить и предлагать решения, выбирать эти решения. Что очень важно – объяснять миллионам людей мотивы своего поведения при принятии этих решений. И самое главное – иметь мужество и характер, брать на себя ответственность за последствия этих решений. Я не говорю, что у господина Зеленского нет этих качеств. Они вполне могут быть. Ну, опыта может не хватать, но это дело, как у нас в народе говорят, наживное. Это быстро приходит. Есть ли все другие качества у него, которые я перечислил? Вполне может быть. Но я этого не знаю. Он пока себя никак не проявил. А то, что мы видим, мы видим противоречивые высказывания. В ходе предвыборной кампании – одно, после выборов – другое. Поживём – увидим. Посмотрим. Я не говорю, что он ничего не сделав, уже всё испортил. Нет, своими высказываниями. Ну, посмотрим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.